В эфире итоговый выпуск программы Bookinform. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Вопросов легких, простых на горячей линии от брещан не поступает. Каждый для обратившегося человека глобальный. Задача представителей вертикали власти – решить их. Председатель Брестского уголсполкома Анатолий Лис и мэр города Бреста Александр Рогачук провели прямые телефонные линии с жителями региона. Быть счастливым счастьем других – вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке. В Бресте чествуют медицинских работников. Активное вовлечение детей с ограниченными возможностями и из социально незащищенных категорий населения в спортивную жизнь. В областном центре стартовал новый спортивно-благотворительный проект от представительства Национального олимпийского комитета в Брестской области вокруг Олимпа. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Сегодня, 17 июня, прямые телефонные линии по всей стране провели председатели областных и городских исполнительных комитетов, а также главы администрации районов. На вопросы волнующие жители Брестской области ответил губернатор края Анатолий Лис. За три часа получить ответ на свой вопрос смогли без малого 30 человек. Больше всего обращений 13 поступило от Брещан. На втором месте – столица Полесья, город Пинск. По одному звонку зарегистрировано практически из каждого района. Тематика традиционно разнообразная. Это и жилье, и коммунальные услуги, и благоустройство, социальная защита населения, выделение земельных участков. Губернатор поручил детально разобраться по каждому вопросу. Анатолий Лис подчеркнул, некоторые проблемы звонивших можно и нужно было решить еще местным органам власти. Однако были и такие, что требуют внимания на уровне области или даже страны. Часть, конечно, можно было решить вопросы, которые касаются выделения земельных участков. Это же непосредственно надо с людьми работать. Или вот по Каменецкому району, когда мост в аварийном состоянии передали пограничники, но с людьми не обсудили, не переговорили. Конечно, это прежде всего на местах необходимо было сделать, и они сделают выехать. Ну а те вопросы, которые, предложения касаются изменения, допустим, законодательства, это по исчислению сборов по регистрации автомобильного транспорта, который мы, в народе, как говорят, сбор дорожный фонд. Значит, конечно, это вопросы, значит, более серьезные вопросы, выделения, вот граждане в сельской местности обращались, имеют хозяйство, значит, готовят на газу, на жиженом газу, это в баллонах. Выделяют всего 5 баллонов на год по льготной цене, остальные все, конечно, цена там в 2-3 раза выше. Ну, тоже вопрос, который необходим, конечно, на местном уровне их не решишь, потому что это вопросы, требующие изменения в законодательстве. Вместе с тем, стоит отметить, с того момента, как появилась практика проведения прямых телефонных линий, органы власти на местах стали работать эффективнее. Такая форма работы подстегивает и стимулирует, позволяет выявить имеющиеся проблемы и найти решение. Они понимают, что все равно же им придется решать, так? Мы же не поедем с Бреста в Столин решать проблемы, поэтому, ну, будут поставлены на контроль. Ну, конечно, они стараются только в Столине, в любом районе стараются больше решать на места. Ну, вы должны же понимать, не всегда и наши граждане ставят вопросы, те, которые необходимо решать так, как они хотят. Ну, с каждым человеком надо работать, надо ему объяснять, не всем, не все это понимают. У нас некоторые граждане считают, что вот только так, как он желает, так ему надо, значит, и решать. Ну, не всегда так получается. По деловому оперативно рассматривались поступающие вопросы и в Брестской мэрии. На связи с брещанами председатель гурисполкома Александр Рогачук. Главное в такой форме работы как можно больше людей услышать, дать им возможность высказать наболевшее. О чем говорят итоги прямой телефонной линии. Особенностью именно сегодняшней прямой телефонной линии явилось то, что практически каждый брещанин, который обращался с той или иной проблемой в гурисполком, ссылался на мероприятие, посвященное тысячелетию нашего города. Это говорит о том, что уже, наверное, каждый житель знает, что впереди такое событие. И то оживление, которое есть сейчас в вопросах благоустройства по нашему городу, они его абсолютно логично связывают с тысячелетием. Это здорово. Сам по себе характер звонков доброжелательный. Два звонка – это вообще просто звонки благодарности за, в том числе, светофор, который мы установили на улице Ленина, и за те работы по асфальтированию, которые в этом году, наверное, все-таки беспрецедентны, мы активно ведем в рамках подготовки к тысячелетию. Та же дальнейшая реконструкция нашей набережной. Естественно, она затрагивает уже определенные интересы этих высотных домов, которые выходят на эту набережную. Естественно, есть определенная беспокойность у жильцов, насколько улучшится или ухудшится их среда обитания. Поэтому будем рассматривать тоже с учетом их мнения какое-то конечное решение. Потому что без обсуждения с жителями домов, без выработки какого-то единого общего решения, пусть она не у всех устраивает, невозможно движение города такое логичное. Если там нужна дорога, значит она будет сделана, или, по крайней мере, мы ее запроектируем на перспективу. Если она не нужна, на чем настаивают жильцы дома в данной ситуации, по улице Интернациональной 21, тогда, наверное, она не будет учитываться в проекте. Абсолютно доброжелательный, хороший тон звонков. Помочь людям. В этом и есть суть прямых телефонных линий. А потому некоторые моменты Александр Рогачук разъяснял сразу, а это 28 обращений. Некоторые сразу же передавались на рассмотрение главам администрации. Но все поступившие вопросы будут детально проанализированы. По каждому примут решение. На взгляд председателя Брестского гурисполкома, такой формат работы полезен. И, конечно, весьма приятно слышать от сограждан благодарность за помощь, за работу, за благоустроенность областного центра. Приятно осознавать, что брестский житель эмоционально не выгорел. Он видит и ценит то, что сделано и делается. Мне очень нравится, что уже практически нет агрессивных звонков. Вот этот период какого-то, знаете, эмоционального такого возбуждения, он сменился таким нормальным конструктивным разговором с властью. И для Бреста, слава богу, это стало таким типичным явлением. Но вместе с тем, конечно, есть проблемы. Проблемы благоустройства дворов. Есть проблемы наличия торговых объектов, желательно в зоне проживания самих заявителей, потому что тот же магазин «Лотос» по улице Янки Купалы, конечно, он был востребован жителями. Поэтому мы будем более активно привлекать инвесторов, чтобы именно там была торговля промышленной группой товаров. Ну, в новых проблемах, которые я для себя хочу выделить, наверное, все-таки микрорайон Дубровка. Скажу так, что заявитель обозначил проблемы этого микрорайона. И, конечно, благоустраивая центральные улицы, асфальтируя центральные улицы, основные магистрали, мы не должны забывать и о наших микрорайонах, той же Киевке, той же Дубровке. Поэтому, наверное, абсолютно правильно было предложение начальника ЖГХ, который присутствовал на прямой линии, что мы уже в этом году должны разрабатывать проектную документацию по благоустройству наших микрорайонов, будь то Речица, будь то Киевка, будь то Дубровка, потому что текущими моментами мы можем чуть-чуть улучшить, но кардинально мы не решим. А что касается микрорайона Киевка, то там требуется комплексный и кардинальный подход, и, в принципе, в этом году мы уже начали. Пошло асфальтировано улицы Сикорского, практически Пушкинская заасфальтирована вся, теперь надо входить туда дальше, внутрь, в частный сектор, чтобы люди чувствовали там то, что они городские жители. Личный контакт с людьми – лучшая оценка работы органов власти, поэтому система встреч с гражданами и прямые телефонные линии, практика, проведение которых введена в Белоруссии, в частности, в Брестской области в 2004 году, популярна среди населения. Можно высказать наболевшие вопросы, которые чиновники на местах не могут или не хотят решить. Эффект двойной. Обратившийся получает ответ. Устраивает он его или нет – другое дело. Для специалистов госаппарата это руководство к действию. В продолжении темы. В 2014 году специалисты Ленинской администрации города Бреста инициировали новую форму работы с жителями района – многопрофильный консультационный пункт. В удобное время, в удобном месте каждый желающий может получить необходимую консультацию или разъяснение от работников ЖКХ, образования, правоохранителей от главы администрации. Центром притяжения жителей в этот раз стала 20-я средняя школа. Маленький брещанин Андрей Полюхович пришел на прием в главе администрации Ленинского района. Геннадию Борисюку вместе с мамой Татьяной. Просьба у них одна, но весьма важная – детям. 97-го дома, что на бульваре космонавтов, негде играть, нужна детская площадка. Много лет мы не можем решить проблему детской нашей площадки. Деток очень много, но все гуляют, к сожалению, в других дворах. В нашем дворе только ветер гуляет. Как-то получается так на сегодняшний день. Благоустройство дворовых территорий – один из самых часто задаваемых вопросов специалистам всех служб Ленинского района. Решить их одномоментно не представляется возможным, но, и это понимают все, решать нужно. Силами администрации, депутатов, самих жильцов. Сейчас одна из акций в прошлом году были наши городские депутаты. Они проводили каждый депутат в своем дворе на территории. Пусть он сделает что-то там, я не знаю, песочницу, горку. Вот, я, так как это Ленинский район, и у вас есть, то есть я этот вопрос вам попробую помочь решить. Я не говорю, что мы сделаем там город солнца у вас, но, во всяком случае, начало, чтобы двигать дальше. Мы попробуем. У нас теперь хотя бы надежда появилась. Геннадий Иосифович пообещал посодействовать, узнать с помощью депутатских запросов, узнать пути решения этой проблемы. Обещал не 100%, но обещал заняться этим вопросом. Так что мы не знаем, конечно, будет ли у нас в скором времени площадка, но то, что нашим вопросом займутся, это да. Такая форма общения с жителями Ленинского района введена в 2014 году. Форма проведения удобна жителям. Ведь в одном месте можно высказать наболевшее сразу нескольким специалистам. А болит многое. Места в детских садах, трудоустройство, вопрос пенсионного обеспечения. Вопросы похожи, но у каждого обратившегося он личный. Я пришла по своим, ну скажем, некоторые личные вопросы, а некоторые даже касающиеся нашего города. И вопрос в 2015 году я звонила на горячую линию для того, чтобы узнать вот эту проблему городскую, о запах, вот этот канализационный запах. Меня интересовало, какая работа ведется в этом плане. Ну, мне немножко объяснили, что да, что-то ведется, но хотелось бы надеяться, что это будет решено. И хотелось бы к празднику нашему, тысячелетию, получить для жителей города подарок большой, решить вот эту проблему города. Дворовые территории – это благоустройство, центр города, старый жилой сектор, домам по 40-45 лет, дворы. В принципе, в домах живут люди уже преклонного возраста. Где-то хотят и покоя, и, ну, наверное, спокойствия. Ну, вы же понимаете, центр города, трафик, то есть где-то шум во дворах. То есть вот такие абсолютно бытовые вопросы, которые надо решать. Ну, администрация, наверное, в одной части решить их не может, но единственное – то, что мы можем решить, мы стараемся решать сразу. То, что нет, мы просто грамотно аккумулируем и переводим на городские службы. За три года системной работы многопрофильного консультационного пункта десятки проблем были вынесены на поверхность, а впоследствии успешно разрешены. Столько же поставлены на контроль. Геннадий Борисюк подчеркнул, что спектр интересующих вопросов сузился. И все потому, что консультационная комиссия работает на результат. То, что это надо, это даже не обсуждается. Жизнь это действительно доказала. Другой вопрос – теперь вторая часть нашей работы, чтобы вот эти наши встречи, они были эффективны, более эффективны, чтобы люди не разочаровывались в наших ожиданиях. Поэтому я вот в общении с ними не обещаю ничего лишнего. Они должны понимать, что в одной части мы тут, конечно, город солнца не построим, но все, что от нас зависит, мы должны решить и им помогать. И в принципе, я это говорю, они понимают. Я думаю, что потихоньку будем решать вопросы. Вот тот результат, видишь, человек приходит, он, ну, будем говорить, вот как сегодня на приеме. Он случайно прочитал объявление и даже не с нашего округа пришел, но он своими вопросами, которые его волнуют, и он напрямую может задать вопрос. И в конечном итоге, ну, получает, удовлетворится он ответом. Не удовлетворится, это уже его вопрос, потому что, может быть, не совсем где-то и устраивает его тот ответ, который в рамках закона существует. Но он может реально сегодня это увидеть. И я считаю, что вот эта работа, которая, ну, или инициатива организованная администрацией Ленинской, она очень действенная. Выездные консультативные пункты – одна из эффективнейших форм решения существующих проблем. Представители органа власти рассматривают каждую из поступающих просьб. Результат двустороннего общения – это постепенное и грамотное решение наболевшего вопроса. Когда поможешь людям, вот это есть определенное такое профессиональное удовлетворение. Это правда. И я вот это стараюсь сделать. Пусть какую-то мелочь. Вот ко мне приходят, говорят, что там дворовая территория, начиная там освещение, там благоустройство, там покрытие, асфальт. Понятно, что сразу не сделаешь. Поэтому пусть мы поставим сразу освещение. Пусть мы немножко наведем порядок, это уже будет хорошо. Главное, чтобы люди нам верили, а мы свои слова не бросали на ветер. Лариса Осмолович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. В воскресенье 18 июня свой профессиональный праздник отметят медицинские работники. Торжественные мероприятия, посвященные важной дате, стартовали еще в начале текущей недели. Лучших докторов и медицинские учреждения Брестской области чествовали в рамках специальной церемонии. Со словами поздравлений и благодарности выступил заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. О празднике тех, кто верен клятве Гиппократа, Анастасия Страпко. В канун профессиональных праздников принято подводить итоги деятельности. Представителям медицины Брещины есть о чем рассказать. В 2016 году наш регион был в демографическом плюсе. Единственный в стране, не считая Минска. На свет появились тысячи маленьких берестейцев. Благодаря усилиям докторов спасена не одна жизнь. Мы повлиять где-то на рождаемость меньше можем. Это больше социальный какой-то вопрос увеличения рождаемости. Но именно снижение смертности и смертности в трудоспособном возрасте, которую мы снизили и на сегодня общая смертность и смертность в трудоспособном возрасте, самая низкая в республике. Но не считая город Минск. Потому что город Минск это более молодой город. Это только городское население не имеет сельского населения. Поэтому там показатели лучше. На год текущий перед медицинскими работниками стоят задачи не менее амбициозные. Среди них и дальнейшее снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни. К слову, по последнему показателю, наша область сегодня лучшая в стране. Освоение передовых технологий, закупка современного оборудования, постоянное повышение квалификации. У успеха составляющих немало. Однако наглавенствующую позицию можно и нужно поставить человеком. Профессионала, врача с большой буквы. Безусловно, решают с одной стороны технологии, но эти технологии, они находятся, и оборудование современное находится в руках наших врачей. Поэтому сегодня, конечно, можно им сказать самые добрые слова благодарности. Это и врачам, и медицинским сестрам, и младшим медицинским сестрам, санитарочкам. В общем-то, все, кто причастен к работе с нашими пациентами, созданию условий в стационарах и в поликлиниках для наших пациентов. Подавляющее, просто подавляющее большинство медиков, это те люди, которые пришли не случайно на эту работу. Это действительно по велению сердца, по велению души, люди занимаются этим делами ежедневно, еженочно, ежепразднично. В общем-то, круглосуточно оказывают медицинскую помощь. Подтверждение вышесказанному – не одна сотня наград, которые были вручены медицинским работникам в честь профессионального праздника. Эмоции, конечно, переполняют, потому что это действительно очень высокая награда. И когда такую награду получает работник санитарно-психологической службы, это, я считаю, действительно реальная оценка. То есть, это не моя личная награда, это награда всей, скажем так, службы. Поэтому хочется выразить признательность, благодарность Министерству здравоохранения, которое действительно считает, что медицине профилактической принадлежит будущее. Мы в это верим, мы надеемся, мы всегда способствуем, скажем так, обеспечению санитарно-психологического благополучия нашего населения области. За большой личный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения почетной грамотой Министерства был награжден главный врач Центральной Брестской поликлиники Сергей Кляус. Получив такую награду, я подчеркиваю, это награда всех медицинских работников. Мы и дальше будем трудиться над тем, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи. А задачи будут обратно же таковыми. Это снижать смертность в трудоспособном возрасте, значит, увеличить продолжительность жизни, добиться снижения младенческой смертности, детской смертности. И мы будем неуклонно над этим трудиться и работать. Я думаю, что у нас все должно получиться и получится. У совершенствования медицинских объектов – важный шаг на пути к повышению уровня медобслуживания. Только за последнее время в городе над Бугом было обновлено несколько отделений больниц. Закуплены и установлены КТ и МРТ-аппараты. Открылся ангиографический кабинет. Введен в строй объект областного масштаба – инфекционное отделение, аналогов которому нет в стране. В планах на ближайшие годы строительство хосписа и подстанции скорой помощи в юго-западной части Бреста. Реконструкция приемного отделения, больницы, скорой медицинской помощи. Одним словом, медицина региона растет профессионально, развивается и совершенствуется. И об этом особенно приятно говорить в канун профессионального праздника. Огромное вам спасибо за то, что вы есть, что вы выполняете свою работу качественно, достойно, без нареканий. Медицина идет вперед, конечно, мы все с вами хотим, чтобы было больше современного оборудования, чтобы проходили высококачественные ремонты и прочие все вещи. Но все это будет. И все это мы делаем своими руками. Поэтому спасибо вам еще раз от Министерства здравоохранения. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В следующем материале выпуска речь также пойдет о медицине. Точнее, об одном из медицинских учреждений Брещины – областном кардиологическом диспансере. В 2017 году он был признан лучшим в регионе в сфере оказания медицинской помощи. Занесен на областную доску почета и, надо отметить, уже не в первый раз. Об учреждении сегодня, о коллективе, а также о планах на будущее нашей съемочной группе рассказала главный врач учреждения. Главный внештатный специалист по кардиологии управления здравоохранения Брестского обл. исполкома Наталья Побиванцева. Сегодня Владимир Копорович хоть и находится в стенах больницы, бодр и в хорошем настроении. А как иначе, врачи ведь уже поставили на ноги. А ситуация между тем была тяжелой. Первые четыре дня мужчина провел в реанимации. Я доволен, доволен. И персонал как работает, и как все-таки лечат, поднимают все это. Меня сюда, говорится, я сижу, меня привезли сюда на каталке. То состояние, в котором привезли меня, в котором сейчас нахожусь, конечно, как земля и небо. И таких благодарных пациентов за почти 35 лет работы у кардиодиспансера немало. Это крупный лечебнодиагностический и экспертный центр. Рассчитан на 70 тысяч посещений в год, но на практике цифра выше. Даже несмотря на стесненные условия, у учреждения пока нет своего здания. Сюда направляют самых тяжелых пациентов. Сюда же обращаются за консультацией в сложных ситуациях. На помощь готовы прийти полсотни докторов и еще столько же среднего медицинского персонала. Если того требует ситуация, связываются и со специалистами из столицы. Кардиологическая служба – сплоченная команда единомышленников. Почему команда? В чем она заключается? Она заключается в том, что работа идет индивидуально. Вы спрашивали, какие пациенты. Так вот, настолько сложные пациенты, что идет индивидуально над каждым пациентом работа вот этой команды, начиная с межрайонного центра или с какой-нибудь ЦРБ, когда онлайн мы связываемся с ними, обсуждаем командно все это, принимаем решения. Если нам не хватает наших знаний, умений, есть более высший уровень, мы связываемся с специалистами РМПЦ кардиологии. И, наверное, вот это отличает понятие коллеги и команда. Это очень разные вещи. В диспансере шесть отделений, в их числе ангиографический кабинет. Здесь проводится целый ряд операций и процедур с труднопроизносимыми названиями, от которых зависят жизни людей и их уровень. Сложнейшие методики, высокоточное и высокотехнологичное оборудование. Все это освоено и здесь есть. Наше отделение функционирует пятый год. Мы выполняем исследования сосудов не только сердца, но и периферических сосудов. Выполняются операции по стентированию сонных артерий, по стентированию почечных артерий. По коронарной патологии у нас оперируется порядка 450-480 пациентов в год. Основной акцент сейчас у нас направлен на аритмологическую помощь пациентам с нарушениями ритма. Выполняются электрофизиологические исследования сердца и радиочастотная аблация. За пламенные моторы жителей области борьба не прекращается ни на минуту. Сегодня на Брещене настроена логистика кардиопомощи. Для доступности последней функционируют межрайонные центры с ангиографическими кабинетами. Недавно такой появился в Барановичах. Есть два в Бресте, скоро откроется в Пинске. Мы знаем, что оказание современной помощи лимитировано временем. И до открытия этих центров люди не имели возможности при инфаркте, или, как мы называем, когда еще не установлен диагноз до инфаркта, то есть как можно раньше помочь острый коронарный синдром, у них есть полтора часа всего времени от начала приступа, чтобы максимально сохранить сердечную мышцу, и будем говорить, встать с операционного стола, и не иметь инвалидности, не иметь осложнений, не иметь массы неприятностей, остаться в строю, в семье, в социуме. Конечно, это очень большое достижение, и научились мы бороться, только никак не можем достучаться до людей с тем, что мы все сделали, мы умеем, мы готовы. Пожалуйста, вовремя, своевременно обращайтесь, не затягивайте минуты и решают все. Большое внимание доктора уделяют вопросам профилактики. В Бресте и области проводится бесчетное количество акций. Предупредить болезнь – важнейшая задача. Конечно, врачи сделают все возможное, чтобы спасти, продлить жизнь. Но не лучше ли отказаться от вредных привычек, следить за здоровьем и не иметь проблем в принципе? Ведь сердце – это не просто работоспособная мышца. Врачи знают об этом наверняка. Для меня сердце – это душа. Для меня сердце – это глаза. Для меня сердце – это жизнь в полном смысле. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим новостям. Каждый школьник ожидает теплую летнюю пару с особым трепетом. Впереди каникулы – время для отдыха и приключений. Кто-то из ребят предпочел выбрать поездки в деревню. Кто-то остался в городе и проводит будни во дворе. А кто-то пополнил большую команду активистов. И проводит эти дни в компании единомышленников в оздоровительных и трудовых лагерях. Как раз-таки о последних пойдет речь в следующем материале нашего выпуска. Съемочная группа БУК-ТВ побывала в оздоровительных и трудовых лагерях при учебных заведениях города и узнала, чем занята инициативная молодежь Бреста. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Лето – самое время для того, чтобы сменить привычный вид деятельности, уверены учащиеся средней школы номер 20 города Бреста. С самого утра на территории перед учебным заведением ребята наводят порядок и красоту. Все для того, чтобы учреждение выглядело привлекательно. У нас здесь очень красивый двор. И вот мы ученики, мы хотим сделать все, чтобы наша школа была красивая. Здесь и так очень круто все, но мы хотим, чтобы здесь было еще лучше. И поэтому каждый день, каждую неделю приходят новые ребята в разновозрастную бригаду. Мы работаем, здесь мы убираемся, высаживаем цветы и поливаем. Эстетическое, духовное, профориентационное – эти и многие другие направления стали приоритетными для ребят школьного лагеря. Особым блоком стоит оздоровление. На спортивных площадках сложно найти свободный уголок. Занятия на свежем воздухе, как ничто другое, способствуют не только физическому развитию, но и хорошему настроению и самочувствию. В лагере мы играем в футбол, действительно весело, хорошо кормят. Мне тут нравится. Я в первый раз лично в лагере, мне очень понравилось. Отдельным блоком стоят трудовые смены. В школе развиваются ремонтные бригады. Здесь у ребят есть возможность не только потрудиться с пользой, но и заработать. Ребята работают отлично, в конце получают за это деньги, выполняют разные виды работ, как ремонт спортзала, чистка мебели, стен, ну все что угодно. То есть и на улице убирают, и все, что приходится, все делаем. Средняя школа номер 20 – это один из ярких примеров того, как можно организовать пятую трудовую четверть, как принято ее здесь называть. Важно, чтобы мальчики и девочки не просто были заняты и находились под присмотром педагогов. Необходимо, чтобы это время проходило с пользой. С пользой для здоровья, с пользой для воспитательного процесса, с пользой для развития ребенка. Этот принцип является основополагающим при планировании оздоровительной деятельности и в других учреждениях города. Пятая летняя трудовая оздоровительная четверть – это уже стала традицией в нашей школе. На протяжении многих лет оздоровительная кампания проходит успешно. В данный момент на базе учреждения образования работает лагерь «Эрудит». Оздоравливается 103 человека. Все ребята поделены на отряды. Четыре отряда. Отряда профильные. Отряд школа красоты, юный турист, олимпиец и ровесник для учащихся десятых классов профориентационной направленности. Кроме этого у нас работает трудовая бригада. 23 человека, учащиеся 14 лет и выше, которые занимаются тем, что благораживают школу, проводят ремонт на базе учреждения образования. В ходе этой летней оздоровительной кампании мы должны оздоровить около 4 тысяч деток в лагерях с круглосуточным пребыванием, а также 7700 детей, я округляю немножко цифры, в лагерях с дневным пребыванием. С круглосуточным пребыванием лагеря в городской местности работают тоже. В основном они располагаются на базе учреждений общего среднего образования. Не только школы, но и учреждения дополнительного образования в эти летние дни наполнены звонким детским смехом. Центр молодежного творчества с радостью встречает тех, кто ищет интересный досуг. Лагерь «Радуга» в учебном заведении проходит созвучно названию «Ярко и с пользой». Первая половина дня посвящена тематике отряда, а это спортивное направление, школа лидера, хореография, робототехника. А после обеда – самые разные походы, встречи с известными людьми, акции от крупных организаций города. Еще не было такого лагеря у нас за все эти годы, чтобы дети не просили второй и третьей смены. То есть они в конце лагеря слезы и просятся, хотя в первые дни, те, кто пришел в первый раз, они не верят, что к концу лагеря они попросятся снова. Так оно происходит каждый год, мы к этому уже привыкли, это знаем. Хочу сказать родителям, которые знают о существовании Центра молодежного творчества, что у наших объединений, особенно технического профиля, авиамодельный, судомодельный, робототехника, радиоэлектроника, которые у нас бесплатные, и где дети могут подготовиться к поступлению в ВУЗы, выбрать свою будущую профессию. Сейчас уже у нас идет набор ежедневно. То есть в любой момент эти дети могут сказать, что чему-то они научились, кроме общешкольной программы. Педагоги Центра молодежного творчества постарались преподнести образовательно-воспитательную программу таким образом, чтобы занятие по душе смог найти для себя любой ребенок. Причем сначала по программе индивидуальное обучение, а после команда образования. Это, с одной стороны, позволяет развивать личность, а с другой, учит работать в коллективе. Такому процессу особенно рады дети, и не менее родители и педагоги. Здесь очень много мероприятий, здесь очень весело. Мы гуляем, у нас разные конкурсы, соревнования. Можно придумать что-то, выступить. Каждый день у нас проходят замечательные мероприятия, очень интересные, развлекательные. Сейчас мы занимаемся лепкой из теста и раскрашиваем раскраски антистресса, которые развивают нашу моторику рук и фантазию. Также мы комбинируем разные цвета, как бы развиваемся. И это отдых только в черте города. Большой перечень услуг предлагают для детей здравницы области. Что касается санаторно-курпортного лечения, то отдыхают родители с детьми. Если есть медицинское показание для ребенка, то ребенок бесплатно, а мама 15% от стоимости путевки. Что касается вообще детского населения в санаторно-курортной сфере, то все путевки к детям бесплатно. Что касается летнего отдыха детей, это уже не санаторно-курортное лечение, а отдых. То здесь ситуация выглядит таким образом, что государство на каждого ребенка, не буду говорить много цифр, скажу, что порядка 55% от стоимости детского отдыха оплачивает государство. Организовать досуг ребенка необычно из пользы. То, к чему стремится современная система образования. И отзывы ребят об отдыхе – яркое подтверждение тому, что это удалось реализовать. Каждый из них смог найти что-то новое и интересное. Смена продолжается, а это значит, что еще впереди новые приключения и интересные встречи. «Спорт без границ» – это красивое выражение имеет под собой совершенно реальную основу. Очередное доказательство этому – следующий материал нашего выпуска. Накануне в областном центре стартовал новый спортивно-благотворительный проект от представительства Национального олимпийского комитета в Брестской области вокруг Олимпа. Миссия инициативы – активное вовлечение детей с ограниченными возможностями и социально незащищенных категорий населения в спортивную жизнь. Особенные дети ограничены в здоровье. Но разве эти ребята должны быть ограничены в спорте, общении и грандиозных мечтах о покорении Олимпа? Таким вопросом задались представители Национального олимпийского комитета в Брестской области и нашли ответ. Ответом на этот вопрос стал запуск спортивно-благотворительной инициативы вокруг Олимпа, первыми участниками которой стали воспитанники Кобринской специальной общеобразовательной школы-интерната. Ребята, имеющие проблемы со слухом и речью, но не имеющие проблем с планами, желаниями и мечтами. Для 22 мальчишек и девчонок была организована специальная экскурсионная программа, первая точка которой – Центр Олимпийского резерва по конному спорту. Нашим детям это, можно сказать, даже жизненно необходимо, потому что они выйдут в жизнь, им надо общаться в обществе, им надо жить. И спорт – это для них такая возможность показать себя, добиться успеха в жизни, как-то более удачно адаптироваться, социализироваться в обществе нашим современном. Второй объект – Брестский областной центр Олимпийского резерва «Погребли». Именно сюда отправились ребята после знакомства с конным спортом. Настоящая кузница олимпийских кадров, где готовят будущих чемпионов. Именно здесь, с юного возраста, начинают свой непростой путь к олимпийской славе спортсмены. Участники своеобразной экспедиции побывали в самой главной комнате грибного канала, судейской вышке, а также бассейнах гребли на байдарках и каноэ, гребля-академическая комната хранения лодок. Словом, экскурс оказался насыщенным и нисколько неутомительным. По эмоциональному поведению детей было видно, что сегодня они счастливы, несмотря на недуги. Первые шаги к Олимпу, пусть маленькие, но уже сделаны. Представительство уделяет внимание подобной работе. Мы ездили по детским домам, бывали вместе с нашими олимпийцами во всех, без исключения интернатах. И мы уже знакомы с этими учреждениями. Вот в этот раз мы организовали акцию, в течение лета пригласили всех-всех-всех к себе, чтобы пройти экскурсию вместе со спортсменами, пообщаться, попить даже чай вместе, чтобы дети обязательно прикоснулись к олимпийскому движению, к нашим объектам, к нашим олимпийским видам спорта. Ребята должны понимать, что они не чужие на спортивных площадках, и что, несмотря на загадки здоровья, они могут заниматься спортом и даже больше могут побеждать, прославляя страну. Ведь спорт один для всех. Они такие же дети, они ничем не отличаются. Единственное, что у них есть какие-то ограниченные физические возможности. Но это ничего абсолютно не говорит о том, что он не может ребенок заниматься спортом. Я считаю, что все дети, какие бы они ни были, с какими-то ограничениями, они должны все заниматься спортом, двигаться. Тем более в нашей стране развивается инфоспорт. Например, по гребле у нас есть и пара гребля присутствует. У нас участвуют, участие принимают гребцы на республиканских и международных соревнованиях. Завершающей точкой экскурсионного маршрута стало место, где чествуют победители. И зал олимпийской славы представительства Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Брестской области. Именно там ребят ожидало образовательное путешествие в олимпийскую жизнь белорусского спорта. Вокруг Олимпа новый уникальный проект, зародившийся в Бресте, рассчитан на долгосрочную перспективу и призван не только помочь особенным детям, но и показать им те возможности, которые у них есть. И что важно, вокруг Олимпа будет работать на безвозмездной основе. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by и на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 18-19 июня погоду в республике будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. После обильных субботних осадков воскресный день порадует брещан солнечной погодой. Будет тепло и комфортно. Лишь утром возможен туман. Температура воздуха в ночные часы составит 13-15 градусов, 25 со знаком «плюс» – таков прогноз дневных часов. Мало что изменится в первый рабочий день. 19 июня в Бресте будет тепло, воздух в течение дня прогреется до 24 градусов и без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Ветер северо-западный умеренный.